Итак, сирийская армия полностью очистила от боевиков ИГИЛ территорию лагеря беженцев Ермук. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил России. По информации командования, правительственные войска восстановили контроль в пригородах Дамаска. Также добились и серьезных успехов в провинциях Идлиб и Хомс. На прямой связи со студией Сирии наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Вы стали свидетелем операции по освобождению Ермука. Насколько ожесточенными были бои? Екатерина, здравствуйте. Но стоит сказать, что более месяца бойцы правительственных сил взламывали оборону боевиков террористической группировки ИГИЛ в бывшем лагере для беженцев Ермук. Давайте обо всем по порядку. Силы, которые здесь в Сирии называют элитными, участвовали в операции по освобождению южных кварталов сирийской столицы. Это бойцы 4-й дивизии, бойцы 10-й дивизии, это бойцы Республиканской гвардии и народное ополчение. Наносили огневое поражение по позициям боевиков комплексно. Использовали авиацию, артиллерию, ствольную и реактивную. Также применяли другие виды оружия, бронетанковую технику, использовали и стрелковое оружие. Но за много лет, что боевики так называемого исламского государства находились в лагере Ермук. Они, по сути, превратили каждый дом в мощное укрепленное сооружение. Строения были связаны подземными коммуникациями. Вот небольшое число боевиков могли сдерживать наступление целых рот. Последний участок, который находился под контролем террористов так называемого исламского государства, это центр лагеря непосредственно около так называемой 30-й улицы. Вот там бои были наиболее ожесточенные, несмотря на превосходство правительственных сил и в технике. И в личном составе несколько недель потребовалось бойцам сирийской армии для того, чтобы установить контроль над центральным районом лагеря Ермук. Но вот зато теперь можно говорить о том, что впервые за все время, что в Сирии длится война, Дамаск стал мирным городом. Произошло это после полного освобождения восточной Гуты и южных районов Дамаска. Там боевые действия шли всего в 8 километрах от центра сирийской столицы. Вот теперь город мирный и жителям Дамаска ничто не угрожает. Екатерина. Спасибо. На прямой связи с Сирией был Евгений Поддубный.